Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Большие шишковидные наросты на суставах пальцев, грязь под ногтями, люди не поверили своим глазам. Многие даже усомнились, что этот божий одуванчик – легендарная Регина Дубовицкая. Ведь все ее помнят цветущей, ухоженной, с идеальным маникюром. Что же случилось с ней? Судя по всему, перед нами подагрический или что более вероятно, ревматоидный полиартрит, рассказал Дни, ру-врач-ревматолог. Это очень коварная болезнь, при которой руки очень болят, человек сидит на таблетках. Даже обрезать ногти – задача не из легких. Тут уже не до маникюра. Специалист пояснил, что ревматоидный полиартрит – очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление суставов, собственный организм атакует здоровые клетки соединительной и хрящевой тканей. Это хроническая патология, точные причины появления которой медицине неизвестны. Причем женщины из-за генетической предрасположенности и под влиянием гормональных факторов подвержены недугу в три раза чаще. Напомним, у скончавшейся в марте 2017 года Юлии началовые руки были обезображены подагрой. Но певица скрывала их под перчатками. О своем страшном диагнозе она узнала за 8 лет до смерти, но долгое время не могла решиться на поход к врачу. Когда же ее стали мучить непрекращущиеся боли в суставах, то она наконец обратилась за помощью к медикам. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра, где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах, жаловалась артистка журналистам. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал, и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!